Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 2 ноября и я продолжаю свой репортаж или видео или анализ статьи главнокомандующего СОЗа Лужного, опубликованного в еженедельнике The Economist. В первой части я вам рассказал, так сказать, о глобальном взгляде Залужного на ситуацию на поле боя, а теперь я вам расскажу, что он считает возможным, что нужно ему для того, чтобы решить вопрос. Но я так понимаю, что он исходит из того, что Украина не одна, иначе бы вот всё, что он сейчас написал, это был бы глаз вопивающего в пустыне. Это честный, высокопрофессиональный анализ, честный, высокопрофессиональный анализ ситуации с чётким перечислением того, что он считает необходимым. Ну, первый, военно-воздушная, то есть воздушная мощь. Он рассказывает о том, что в начале войны у Украины было 120 боевых самолётов. 120, всего-навсего. У России их было, он, правда, здесь не пишет, но я так вспоминаю, что у России их было где-то действующих, готовых, якобы, полётом около полутора тысяч. То есть колоссальная разница. Но из этих полутора тысяч, как пишут заложные, мы уничтожили более 550. И сложилась ситуация, когда я мне неоднократно об этом говорил, что со всей вот этой люфтваффе рашенской, у них не было, у них до сих пор нету превосходства в воздухе, потому что союзники поставили системы ПВО, которые более эффективны, чем самолёты. И вот эта ПВО, наземная система, фактически парализовали действия российской авиации. Ну, сейчас ожидает Украина F-16, да, он говорит, нужная F-16 и так далее, но как следует из его же умозаключений, эти F-16 в нынешней ситуации не сами по себе не смогут переломить обстановку, потому что средства ПВО и ПРО Российской Федерации, они будут превосходить на поколение или на полпоколение F-16. То есть в этих условиях более важное, всё более важное значение приобретают беспилотники. Беспилотники. Беспилотники, они очень необходимы, их нужно много, как тут популярно сейчас говорят, рой. То есть они должны летать, летать в большом количестве. Они должны, то есть Украине нужно и иметь свои суперновые беспилотники, и в то же время бороться с российскими беспилотниками. А это колоссальная проблема, значит. Нужно, чтобы наши беспилотники-охотники были оснащены сетями. Мы должны использовать сигнальные ложные цели для привлечения российских планирующих бомб. В ночное время необходимо ослеплять телевизионные камеры российских беспилотников и так далее. Наш второй приоритет, как пишет заложенная, это РЭП, система радиоэлектронной борьбы. Это глушение сигналов связи, навигации. Это ключ к победе в войне беспилотников, пишет он. И дальше. За последние десятилетия Россия модернизировала свои силы РЭП, создав новый род войск за последние десятилетия и построив 60 новых видов техники. В этой области они превосходят нас. И это неудивительно, потому что в этой области, к сожалению, в Украине с 2014 года, когда страна уже была порвергнута агрессией и находилась в состоянии войны, гражданская власть с 2014 года не зняла в этой области, извините за слово, но лучшего я не найду ни хрена. И вот где мы оказались. А это второй приоритет, как говорит генерал Залужный. Ну мы уже создали много систем там и так далее, но нам необходимо расширить. И дальше что нужно? Нужно опять беспрецедентный уровень сотрудничества. То есть союзники уже дают развединформацию, они уже помогают к этому. Но нам необходим доступ к электронной разведке наших союзников. То есть, вы понимаете, вот есть пять ближайших вместе с американцами разведслужб, у которых друг от друга тайн нет. Вот фактически надо, чтобы Украина стала шестым, шестым таким глазом, парой глаз или ушей. Это беспрецедентный уровень. То, что я вам говорил, такого не было во время Второй мировой войны. В том числе, Украине нужен доступ к данным средств, набирающим эту разведку, развединформацию. Не просто там, чтобы давали потом, после обработки, а нужна сырая информация. Это святая святых. То есть, опять-таки, для этого нужно полное доверие между союзниками. Полное, которого нет. И расширить производственные линии по изготовлению наших беспилотных систем на территории Украины за ее пределами. И тут тоже проблема, господа, потому что... Ну вот, передо вам один пример, вернее, два примера. Вы знаете, несколько месяцев назад выступал по украинскому телевидению представитель компании «Байрактар», который рассказал о предложении компании к украинской стороне построить завод на территории Украины. А ему в ответ кто-то из чиновников потребовал 40 миллионов долларов и сказал, что это для включения электричества, подключения к электрической сети, которая произойдет через два года, после того, как будут переданы 40 миллионов долларов. Ну, воюющий нормальный стране вообще так по большому счету. После этого выступления спецслужбы должны были найти этого чиновника, который это сказал. И он, по крайней мере, должен быть находиться сейчас под следствием. Но имя его общественности неизвестно. Видимо, СБУ не считает необходимым этим заняться. Вот вам как решаются при нынешней власти вопросы с беспилотниками. А это второй, как сказал заложный, приоритет в войне. Ну и совсем свежий, в прошлой неделе. В прошлой неделе есть такая компания в Украине, Космолот называется. Это компания с американо-британсно-немецким капиталом. Ее глава имеет три паспорта вот этих, паспорта вот этих трех стран. Большой друг Украины. И он подвижник такой. Это тот такой союзник, такой партнер нужен в Украине. Ну сложно создавать в воюющей стране, которую бомбардируют, там постоянно обстреливают. Сложно создавать предприятие ВПК. Он пошел на это, он знает, как это делать. И компания, помимо всего прочего, занимается еще тем, то есть помимо развития этого, а там еще и система электронной борьбы, там же и развитие софта, программного обеспечения для этих беспилотников уникальное. И компания дали, и вот она предоставила где-то порядка, где-то две недели назад, очередную партию, просто донейшн, подарила ВСУ, партию беспилотников, на следующий день к ней нагрянуло, маски-шоу нагрянули с тем, чтобы произвести шмон там и так далее. Ну, владелец в бешенстве, конечно, да, ему выставили претензии на такую сумму, налоговые претензии, что ежели он их заплатит, то все, банкрот. То есть в два раза больше он по требованию должен заплатить, нежели он получает прибыль. В два раза больше. Я понимаю, могут быть налоговые претензии, они, наверное, неизбежны, но вот как в Соединенных Штатах это решается на уровне бизнесов. Тебе присылают письмо из АРС, там, мы решили проверить вашу компанию, прошу предоставить ваши финансовые документы. Предоставляются финансовые документы. Какой-то агент, там, АРС изучает это, потом присылает тебе, или все окей, значит вопрос закрыт. Или же он тебе присылает, говорит, вот мы считаем, что вот это, вот это вы списали, вот это неправильно, поэтому с вас там вот такая-то сумма. Ты или подписываешь, платишь, все, вопрос закрыт. Или же ты хочешь, а правда, оспорить, идешь в гражданский суд и там оспариваешь. Большинство компаний крупных так и делают. И такие богатые миллиардеры, они так и делают, и там иммиграционных, простите, налоговой службе и делать нечего в этих судах. Но в любом случае, даже когда у них появляется возможность слупить или предъявить претензию, эти претензии не такие, которые убивают бизнес. То есть это табу убивать налоговой претензией бизнес. Тут можно, вот выставили тебе, если это человек, индивидуал, выставили тебе претензию, 30 тысяч долларов ты не доплатил, у тебя нету таких денег, что ты делаешь? Ты пишешь им предложение, я предлагаю сделку, я плачу 500, больше заплатить не могу. И предоставляю свои финансовые документы, ну нет у меня этих денег, все. Вопрос закрыт. То же самое с бизнесом. Но в ходе войны убивать компанию, компанию ближайших, который капитал ближайших союзников Соединенных Штатов Украины, вот такими претензиями, но это просто вредительство, иначе я объяснить не могу. Предприятие «Луч», которое производит уникальные ракеты, которые враждебные стране чиновники, украинские же чиновники, считали бесперспективными накануне российского вторжения, оно производит, помимо всего прочего, знаменитые ракеты «Нептун». На них тоже наехали, тоже, ну вот так. Решаются вопросы с развитием наших беспилотных систем на территории Украины, как пишет генерал Залужный. Третья задача – контрбатарейное поражение артиллерии противника. Он упоминает здесь о том, что артиллерия, она выполняет 60-80% всех боевых задач, то есть это королева войны сейчас. Сейчас сложился паритет, а благодаря точности и дальности, в ВСУ есть даже некоторые преимущества, однако, он говорит, враг научился снижать эффективность, то есть манипулировать GPS-сигналами, что снижает точность нападения, попадания снарядов эскалибур. Поэтому нужны локальные сети, наземные, чтобы вот они спутников подавались эти сигналы, GPS-армут, антенны, передатчики снизу, то есть это совершенно новое явление, которое никогда в мировой истории пока не возникало. Совершенно новый уровень сотрудничества и размах этого сотрудничества. Четвертая задача – технология минирования. Тут тоже старое минирование. Я читал американцев, которые подсчитывали, вот если вручную все это разбирать, сколько это обошлось бы. Там они подсчитали квадратный фунт, я сейчас не помню уже, если разминировать вручную, тогда мы не насчитали, что количество мин, которые заложила Российская Федерация в Украине, нужно невероятное количество лет и нужен триллион долларов, чтобы это разминировать вручную. Гералл Заложенный говорит, что нужны принципиально новые подходы и технологии. Принципиально новые, то есть их еще потенциально может и изобретать. Наконец, пятый и последний – наращивание наших запасов. Тут речь идет о живой силе. Ну, я уже говорил об этом, то есть здесь проблема очень-очень сложная. Еще сложная, почему в Украине? Потому что, ну, генетического мусора нет, как в России. Во-вторых, бойцов тяжело снимать с поля боя и в учебные лагеря тренировать их. Следующее, если такие лагеря создавать на территории Украины, то они могут быть подвергнуты бомбардировкам, скопление большой людей и так далее. И кроме того, в нашем законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей. А куда же смотрят законодатели? Скоро уже второй год закончится военных действий. Что им мешало рассмотреть этот вопрос? А я скажу, что мешало. Потому что по вот этим каналам, по этим лазейкам, их родственники, дети, дочери, батальон Монако был сформирован. Вот что творится. Ну и генерал подводит итог. Чтобы вырваться из этой ловушки, коей является позиционная война, Украине необходимо все. Превосходство в воздухе, значительно улучшенное средство радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы. Новые технологии разминирования и минирования. Возможность мобилизации и подготовки дополнительных резервов. Нам также необходимо сосредоточить внимание на современном управлении, чтобы мы могли более эффективно, чем Россия, визуализировать поле боя и быстрее принимать решения и на рационализацию логистики, одновременно нарушая российскую логистику с помощью более дайнобольных ракет. То есть вопрос, если раньше вопрос стоял так, дайте нам атакам, или сначала было, дайте нам танки, и мы их порвем. Потом дайте атакам, и мы их порвем. Теперь, по мнению главнокомандующего, вопрос гораздо больше. То есть я не военный, хотя у нас в Краснознаменном институте военное дело читал полковник из Генштаба вооруженных сил Советского Союза. Все-таки это был уровень. Но тем не менее, я так на батальонном, народном уровне вопросы решать не могу, на стратегическом более-менее. Так вот, прочитав все это, я вам скажу, что выполнение всего этого требует сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки на высочайшем беспрецедентном уровне, ну где-то на уровне, вот как существует сотрудничество между Соединенными Штатами и Израилем, а то и выше. То есть необходима совместная работа по разработке, внедрению в жизнь, производстве новых систем, новых технологий, ну и улучшения управления там, и все такое прочее. Честный, откровенный анализ. И это вот накануне того, как будет приниматься решение в Конгрессе США о выделении денег. Я думаю, генерал правильно все это сделал, все это написал, совершенно откровенно, потому что настало время играть, положить карты на стол и играть в открытую, то есть излагать свою позицию честно, откровенно. Это как раз вот то, что не хватало представителям украинских властей до сих пор, как об этом говорили и неоднократно представители Соединенных Штатов Америки. Есть ли возможность всего этого, все это решить? Считаю, что да. Считаю, что да. Потому что, ну, уже все, Конгрессе вроде уже уяснено всеми, кроме там 50, может, а может их уже меньше этих людей, я имею в виду из магии. Кстати, должен вам сказать, по поводу спикера, есть неплохие новости, их две. Они небольшие, может быть, не стратегические, вернее, как они и так, вроде бы так, бытовые, но с другой стороны, они имеют стратегический характер. Первое. Обнаружено, что в своих финансовых отчетах за последние годы Майк Джонсон не показал ни одного личного счета или семейного счета в этих отчетах. То есть у него нету банковского счета, ни на личного, ни на себя и на жену. О чем это говорит? Это говорит о том, что нету у него, то есть для требования законодательства американского конгрессмену состоит в том, что он обязан декларировать банковские счета личные, если там больше тысячи долларов или, если совместный счет с женой больше пяти тысяч. А это говорит о том, что, поскольку нет, значит, считается, что он живет от чека до чека. Все тратится. Все. Ему даже некуда положить эти несчастные тысячи долларов на банковский счет. Сравните это с депутатами Верховной Рады, которые ужами на сковородке вертятся, чтобы только не дать возможность обязать их публиковать свои декларации. Воюющая страна. Соединенные Штаты пока не воюющая. Но вот такие требования. Ну и о чем это говорит? О том, что ни вор, ни барыга, а действительно, помните, я ему говорил, он серьезно верующий человек. Это раз. Теперь отсутствие накоплений, это два. Ну и третье появилось вот уже в процессе обсуждения в Конгрессе, что делать с помощью Украины. Его последний вот вчера, вчера он был назван рейганистом, что очень-очень вдохновляет. То есть есть надежда. Ну так вот, для того, чтобы все это предотвратить, превратить в жизнь, нужно первое, со стороны Соединенных Штатов. Конгресса прежде всего. Полное понимание о том, что мы имеем, что Украина – это не локальная война, а это действительно борьба уже двух сил, двух осей международных. И что там в одной лодке и Израиль, и Украина, и Тайвань, и все остальное. Имея в виду, что, ну смотрите, 14-й год, агрессия, вялая реакция. То есть с украинской стороны и со стороны власти. Ну так, сначала что-то там попытались сделать, было много разговоров, а потом, ну за, с 14-го года до сих пор в стране не было построено ни одного патронного завода. Был до 14-го года один на Донбассе, его захватили, эти террористы вывезли на территорию Российской Федерации. С тех пор были попытки и украинских, и иностранных компаний построить завод, такой в Украине. Это не привлекло, не вызвало никакого интереса властей. Ну так вот, значит, вот такая позиция и украинской власти, и вялая реакция со стороны Запада после 14-го года привело к тому, что Путин влез в Сирию. Опять никакая реакция, никакая. Это приводит к тому, что Путин понимает, что можно двигать дальше. И продолжает, начинается уже война, полная агрессия в феврале 22-го года. Опять он слышит, сразу ему говорят из Белого дома о том, что мы не поощряем удары ВСУ по территории Российской Федерации. Окей. Ну тогда он делает следующий шаг, и следующий шаг это вот этот Хамас. А теперь делается еще один шаг, это передача систем противовоздушной обороны Херсбале, чтобы их Херсбале напала. То есть идет фактически эффект домино. Каждое мельчайшее проявление слабости со стороны Запада усиливает наглость и агрессивность представителей враждебной оси. И этому нужно положить конец. Я думаю, что в процессе я не только думаю, я вижу, это реально, что растет понимание в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Второе. Думаю, что 61,4 миллиарда долларов, которые заложены здесь для Украины, они все эти вопросы не решат. Там, правда, еще есть примерно 4 миллиарда долларов из гуманитарной помощи, но там вопрос подвис с гуманитарной помощью вообще даже для Израиля, потому что гуманитарная помощь для Израиля 4,5 миллиарда. Она должна направлена быть в сектор газа, а противники говорят, это же все равно, что Хамасу посылать. Раньше посылали туда, все оказалось у Хамаса. На эти деньги он строил эти все подземные города. Но, тем не менее, значит, денег мало, нужно их больше, но сейчас ситуация, это война, это уже не отдельная война Украины против России, это Третья мировая война, если хотите. Ну и, наконец, поскольку это требует более высокого уровня сотрудничества между двумя странами, с кем сотрудничать? И тут мы возвращаемся к статье в журнале Time. Получается, что этот написал доверенное, повторяю, доверенное лицо президента Зеленского и членов или руководства Офиса президента Украины. Он написал, что сотрудничество там не с кем о сути дела, поскольку ему рассказали, что никто не верит в победу, у нас нет никаких шансов, кроме одного Зеленского. Ну и что с ним? Что с этими людьми делать? То есть я так по большому счету вот за прошедшие 19 месяцев я наблюдаю в Украине функционирует, хорошо функционирует одна только ветвь это ВСУ. Гражданская власть, она проваливает, ее представители проваливают практически все, к чему они прикасаются, начиная от гуманитарной помощи, кончая вот этим строительством или попытками строительства предприятий ВПК и развития собственных разработок в области вооружения, которые, говорит, заложены как о крайне необходимых вещах. То есть, поскольку они не могут сделать никакого позитива, абсолютно, потому что просто некомпетентны, они занимаются повальным воровством, которое не заканчивается. Последний пример опять-таки на прошлой неделе очередные 7,4 миллиарда гривен скоммунизмили опять на продовольствие. Они занимаются воровством, плюс они хотят остаться у власти по возможности до бесконечности, а для этого они плетут интриги против тех, которые считают соперниками. А соперники это ВСУ, это тот же генерал Залужный, поэтому вместо того, чтобы ему помогать создавать все условия, они ему мешают, они мешают и вот журнал The Time, который пишет о том, что хотят убрать одного из топовых генералов. Поэтому это получается весь этот офис, это пятая колонна, и с ним надо что-то решать. И здесь я вам расскажу дальше. Есть вариант решения этого вопроса, вариант, я бы сказал, израильский вариант. Последние пару дней несколько крупнейших, влиятельнейших изданий Соединенных Штатов Америки выходят со статьями достаточно прямо линейно, указывающим на то, что премьер-министр Израиля Нетаньяху должен уйти во имя Израиля и его счастливого будущего. Вашингтон Пост так прямо и пишет Нетаньяху должен уйти. Автор Макс Бут, очень влиятельный обозреватель газеты. Большая статья вышла в очень влиятельной издании аналитическом под названием Foreign FS. Авторы издания, не издания, авторы статьи Ами Айалон, бывший командующий военно-морскими силами Израиля и бывший директор Израильского агентства безопасности. Второй Гиллиан Шер, бывший руководитель аппарата премьер-министра Израиля Худа Барака, бывший старший израильский переговорщик по мерному урегулированию. Сейчас он научный сотрудник США Института Бейкера. Но здесь совсем разгромная статья. Здесь речь идет о том, что, ну да, то же самое Нетаньяху должен уйти, потому что после войны Израилю потребуется решение о двух государствах, то есть израильского и палестинского, которые он не сможет обеспечить. Речь идет здесь о том, что он виноват в усилении Хамас, поскольку игрался в различные политические игры с Хамасом для того, чтобы не допустить объединения палестинцев. И в результате, как считают авторы, это все и привело к событиям 7 октября. Он проигнорировал предупреждения представителей израильской о разведке, потом попытался это все свалить на них в своем твиттере, в общем, повел себя не по-джентльменски, ну и вообще, считают, что это политик, который несовместим с идеей двух государств. А без этого, они считают, мирного будущего для Израиля просто не будет. Ну и, наконец, сегодня политику выходит статья под заголовком «Политический некролог израильского премьер-министра уже написан, американские официальные лица уже прикидывают потенциальных преемников». В статье говорится о том, что во время недавнего визита в Израиль Байден, ну, правда, достаточно дипломатично, но намекнул Нетаньяху о том, что он должен подумать о уходе в отставку и о преемнике. При этом издание ссылается на двух высокопоставленных чиновников администрации Соединенных Штатов. Ну и помимо того, что Байден якобы об этом достаточно прямолинейно, хотя и дипломатично, сообщил Нетаньяху этот же вопрос о том, сколько еще будет Нетаньяху находиться во власти, якобы недавно обсуждался на последних встречах в Белом доме с участием Байдена. В ходе этих встреч даже обсуждался вопрос о том, что Байден предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми он мог бы поделиться со своим возможным преемником. Ну и в целом считается, что вопрос, сколько Нетаньяху продержится на должности, он варьируется под сроком от одного месяца до нескольких месяцев. Однако однозначно считается, что полностью войну с Хамасом Нетаньяху на посту премьер-министра не выдержит. Ну вот я так подумал, если так складывается ситуация, то почему бы примерно такой же задушевный разговор Байдену не провести с президентом Зеленским. Ну так, чтобы закольцевать всю сегодняшнюю достаточно длинную передачу и чтобы не утратить нить развития событий, напомню, как ситуация выглядит на настоящий день. Байден сделал свой личный стратегический выбор. Вопрос о Израиле, войне Израиля против Хамас, война или вернее сопротивление или война, да, отечественная война Украины против России, это те вопросы, которые он поставил в качестве краеугольных повестки дня своей предвыборной кампании. То есть, он поставил на кон, отступать ему некуда, он уже фактически давит на все кнопки, давит на газ. Ну, ни в той ни в какой степени с Израилем, потому что с Израилем вопрос о поддержке помощи достаточно прост, и никаким дискуссиями сомнениям не подлежит. Что касается Украины, тут совсем другое дело. Он дошел до угрозы вета, что является в общем-то существенным. То есть, если он сказал, значит, он должен будет это выполнять. Ну, если он отступит, то этот удар будет просто колоссальный по его политической репутации, и если он отступит от вета, от своего обещания, когда придется его ввести и не введет, это будет равносильно его поражению на выборах. И вот такая ситуация, отступления нет, пути к отступлению нет. Он себя, собственно говоря, в какой-то степени, как и Путин, загнал в угол. Ну, и вот, Бусквально, последние данные, пока я записывал вам это видео, поступили. Сегодня опубликованные данные опроса общественного мнения Гэллоп, который провел Гэллоп. Согласно этим данным продолжает значительно падать поддержка вопроса о помощи Украине со стороны республиканских избирателей республиканцев. Так, в настоящее время 62% республиканцев думают, считают, что Соединенные Штаты делают слишком много в оказании помощи Украине. 62% в то время, когда среди демократов таких, кто считает слишком много помощи Украине оказывает США, их всего 14. Чувствуете разницу? Далее, 55% республиканцев считают, что войну надо заканчивать как можно скорее, в то время, когда этой точки зрения придерживаются только 19% демократов. Что значит как можно скорее? Это значит на путинских условиях, ни больше, ни меньше. То есть, динамика среди избирателей республиканской партии достаточно негативная. Ну и, кроме того, последняя еще новость. В палате представителей новый спикер Джонсон поставил фактически, ну не на голосование, внес повестку дня. И сегодня, по идее, сегодня до 12 ночи должно состояться голосование по законопроекту о выделении помощи Израилю, только Израилю. Но деньги будут взяты за счет уже выделенных ассигнований на помощь налоговой службе США, АРС. Ну, это, собственно говоря, так, как я вам, те предсказания, о которых я вам говорил в начале этой передачи. Одновременно Джонсон сказал, что вопрос о помощи Украине должен последовать практически немедленно после того, как будет решен вопрос с помощью Израиля. И, ну, я так полагаю, что он все эти вопросы обсудил с отмороженными из МАГа и представляет себе расстановку сил. Он считает, что если вопрос о помощи Украине будет совмещен с увеличением ассигнований на обеспечение безопасности границы с Мексикой, то все будет нормально. то есть уже худший вариант, так сказать, ну, худший я имею в виду для администрации, потому что она хочет больше и всю помощь. То есть, по идее, ситуация развивается в хорошем направлении, потому что две недели назад об этом и мечтать нельзя. То есть, говорили о том, что вообще не будет поставлен вопрос на голосование. Прогресс, процесс идет в правильном направлении и надеемся, что прогноз конгрессмена Макола, председателя комитета по делам, по международным делам Палаты представителей, который сказал, что в конце концов все согласятся на предложение администрации. А все объявляющим пакете помощи, всем там сторонам все это сбудется. Хорошо. Ну вот, в этой ситуации по-моему назрел вопрос администрации США решить вопрос с администрацией Зеленского. Если уже со своим лучшим другом Израилем и премьер-министром Нетаньяху, так, по-душевному, по-братски и по-творечески ставится вопрос, а почему бы тебе, старик, военно благо твоей страны не уйти в отставку? Почему бы такой же вариант не обсудить с Зеленским? Причем, ну, в отставку. Премьер-министр подает в отставку, а президент, ну, наверное, может только сказать, я устал и ухожу, как Ельцин в свое время, но тут есть масса вариантов, масса вариантов, но с точки зрения здравого смысла, если мы опять возвращаемся двум статьям, то что у нас получается? У нас есть президент Зеленский, который один, как он считает, в своей команде верит в победу, остальные, то есть вся его администрация в это не верит, и, естественно, ничего для этого не делает, то есть это совершенно бесполезный баланс, балласт, которому бесполезно давать деньги, это выброшенные на ветер деньги, поэтому почему бы так не посоветоваться Байдену с Зеленским? Отпустите-ка этих ребят в свободное плавание, давайте им дадим гарантии, ведь я уверен, что единственная в сложившейся ситуации, самая заветная их мечта, это чтобы им дали гарантии личной безопасности, что их не посадят за решетку, они куда-нибудь умотают далеко, и достанут закопанные миллиарды из своей скрынки, ну и тихо и мирно и счастливо заживутся, это один вариант. Чем заменить этих ребят, бесполезных, ну мы с вами уже обсуждали, можно в Украине найти гораздо более умных, способных людей, которые с лихвой заменят вот этих, ставших бесполезными, да, не с самого начала такими были людьми. Ну и наконец, поскольку получается, значит, такая ситуация, что администрация не знает, что делать для победы, но они знают, что есть такой генерал топовый, который это знает, и поэтому они всеми силами пытаются его снять, то почему бы Байдену не обсудить вопрос, что мы даем деньги под того человека, который знает, что нужно, как нужно, и сколько ему нужно, в каком количестве и какого качества. Тем более, что сейчас идет война, в условиях военного времени страной должны управлять военные. Таким образом, расклад президентам, один из раскладов, президентам формально, которые сидят, царствуют, но не правят, как британская королева в свое время, а сейчас король. То есть, таким остается Зеленский, но фактическую полноту власти берут старейшины, можно назвать их так, советники, или просто военным, она отдается военным под соответствующие гарантии администрации Соединенных Штатов Америки. И тогда все будет нормально. Вот Залужный же сказал одно из самых главных требований успеха, это приведение в порядок системы управления, сделать ее нормально, с точки зрения хотя бы здравого смысла, не супер там пупер изощренной, а хотя бы нормальной, потому что сейчас это ненормально, как может управлять администрация, она управляет фактически президента страной, ежели ее люди понятия не имеют, что делать, и полностью потеряны, считают, что у них нет никаких шансов. Вот таким образом, господа, я и анализирую эти две статьи, которые полностью дополняют друг друга. Первая статья описала сложившуюся реальную расстановку сил и настроений в администрации президента, из которой следует, что народ не верит в официальные цели страны, интересы народа с их интересами и оценками геометрально противоположны, расходятся, а с другой стороны, как показывает интервью, вернее, генерала Залужного The Economist. Есть человек, который готов, который знает, что делать, он умеет это делать, ну и с точки зрения здравого смысла управления, без которого ну просто все остальное не имеет смысла, он и должен управлять этим процессом. Власть должна принадлежать людям сейчас, которые своими жизнями отвечают за страну, за то, чтобы она существовала, чтобы она не только не проиграла, но и выиграла. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск. Слава Украине вооруженным силам! Ураг, безусловно, будет разбит, победа будет за нами! Тоже желаю нашим союзникам из Израиля и всем представителям сил добра, коими являются все зрители этого канала, желаю выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу! До новых скорых встреч!